Открытие развязки, финансирование объектов и формирование городской среды. Такими были главные темы оперативного совещания правительств республики. Сразу после традиционных поздравлений и награждений Радий Хабиров оценил транспортную развязку на улице Закива-Леди. По словам главы, ее пропускная способность увеличилась на 27%. Для уфимцев, для жителей республики, на почти 27% пропускную способность вот этого узла мы увеличили. Это не просто красота и какие-то там украшения, а увеличили на 27% пропускную способность. Я всех дорожников благодарю, кто этим занимался. Самые крупные проекты, которые у нас зашевелились, это и развязку это сделали, это восточный выезд, это южные ворота, это М1, ой, М7, М12. Приходом заморозков ситуация на дорогах стала нестабильной. Министр транспортно- и дорожного хозяйства республики поделился статистикой по дорожно-транспортным происшествиям и призвал водителей и пешеходов не терять бдительности. По оперативным данным ГДД республики за период с 31 октября, 6 ноября, произошло 72 дорожно-транспортных происшествия. Пострадало 84 человека, погиб 21. С начала года произошло 2982 ДТП, что на 285 происшествий меньше, чем в прошлом году. Следующей темой для обсуждения стала пожарная безопасность. В зимний период количество пожаров растет из-за того, что жители начинают пользоваться электрообогревателями и печами, а также курить в помещении. В связи с этим в республике планируют активизировать противопожарную пропаганду. Ее трансляция будет начинаться с телеканалов и оповещателей и заканчиваться мечетями. Для этого задействуем региональную автоматизированную систему централизованного оповещения, терминальный комплекс «Аксион», радио, бегущие строки телеканалов, громкоговорящую связь пригородных электропоездов, объектов с массовым пребыванием людей и мечетей по согласованию. Кроме того, в зимний период опасность представляет не только огонь, но и лед. Один из последних несчастных случаев произошел 6 ноября. В Федоровском районе 8-летний мальчик утонул в пруду, провалившись под лед. На прошедшей неделе на водных объектах республики, по оперативным данным, погибли два человека. Призываем жителей республики не выходить на тонкий лед и не отпускать детей к водным объектам от них без контроля взрослых. От трагического перешли к позитивному. По словам Радия Хабирова, Институт государственно-частного партнерства в республике еще не совсем понятен, но им уже начинают овладевать. Государственно-частное партнерство – это долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса, при котором происходит развитие общественной инфраструктуры. На республиканском уровне сейчас с помощью него реализуются 8 проектов на сумму более 38 миллиардов. Также значительное внимание уделяется строительству школ и детских центров. В сфере образования строятся новые школы в городах Уфа, Нефтекам, Старлетамак и Уфимском районе на общее количество 6540 мест. Стоит сказать, что общая стоимость объектов составляет порядка 10 миллиардов рублей. Школы будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года. Это наше региональное обязательство. В последнее время в республике появляется все больше новых общественных пространств. Только на прошлой неделе их список пополнился стелой трудовой доблести и Демским парком. Но на памятниках и парках дело не заканчивается. В рамках проекта формирования городской среды в республике появились новые набережные, площади и скверы, места для которых выбирают сами жители. По итогам года будут установлены 4 фонтана, 17 детских и игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок, 5 автогородков. На сегодняшний день работы в полном объеме завершены на 42 объектах, близятся к окончанию на 84 объектах. Завершение работ на объектах под контролем министерства. Для благоустройства в следующем году по итогу голосования уже отобрали 122 общественные территории. Ожидаемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета более 1 миллиарда рублей.